Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с интересными людьми, их автобиография. Этель Берримор, рожденная Этель Мэй Блайн. Американская актриса, члена актерской семьи Беррим, получила 4 номинации на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Никто, кроме одинокого сердца». Родилась Этель Мэй Блайн в Филадельфии 15 августа 1879 года. Ее назвали в честь любимого персонажа ее отца в романе Уильяма Мэкклеса «Токеррея. Новые комедии». Была сестрой актеров Джона и Лайонеллы Берримор, тетей актера Джона Дрю Берримора и двоюродной бабушкой актрисы Дрю Берримор. Была внучкой актрисы и театрального менеджера Луизы Лейн Дрю и племянницей кумира бродвейских утренников Джона Дрю Младшего. Привасовое детство в Филадельфии посещала там римско-католическую школу. В 1886 году отец взял ее на бейсбольный матч, который укрепил ее любовь к бейсболу на всю жизнь. Я цитирую Википедию. Первое появление Берримор на Бродвее состоялось в 1895 году в пьесе под названием «Неосмотрительная молодая пара», в которой снялись ее дядя Джон Дрю Младший и Мод Адамс. Она снова появилась с Дрю и Адамсом в 1896 году в фильме «Розмарий». В 1897 году Этель отправилась с Уильямом Джилетом в Лондон, чтобы сыграть мисс Хитридж в секретной службе Джилет. Ей предложили роль Аннет Палакала. Мужчины были влюблены в Этель, особенно Уинстон Черчилль, который попросил ее выйти за него замуж. Не желая быть женой политики, она оказалась много лет спустя, Уинстон женился на Крементине Хазье, которая была очень похожа на Этель. Уинстон и Этель оставались друзьями до конца ее жизни. Чарльз Фроман снял ее в фильме в роли Стеллы де Грекс в его превосходительстве губернатор. После этого Роман наконец дал Этель роль, которая сделала ее звездой мадам Тринтони. Капитане Джинксе, исконной морской пехоты в Бостоне, она встретилась с двумя выдающимися актрисами своего времени, миссис Бэтрик Кэмпбелл и мини Мэдерн Фиск. После своего триумфа в капитане Джинксе, Этель великолепно выступила во многих первогласных постановках, а именно в воскресенье Томаса Рьюсорда. Она произнесла свою самую известную фразу «Это все, что есть, больше ничего нет». Сыграла Нору в купленном домике Ипсена, Джульетту в Ромео и Джульетте Шекспира. Берримор вместе с подругой Мари Дресслер была ярой сторонницей Ассоциации актерского раноправия и сыграла заметную роль в забастовке 1919 года. Ее поддержка забастовки разозлила многих продюсеров и стоила Берримору дружбы с Джорджем Коэном, актером, автором песен и продюсером. В 1926 году она добилась одного из своих величайших успехов в роли утонченной супруги распутного мужа, комедии Саммерсета Муэма «Постоянная жена». Снялась в Распутине и императрице в 1932 году, сыграв царицу. В июле 1934 года сыграла главную роль в пьесе Лоры Гарр. Она была фанатом бейсбола и бокса. Ее восхищением боксом пришел конец, когда она стала свидетельницей жестокого боя Демпси и Уилланда. В прошедшем 1919 году, в котором Демпси сломал Уиллорду чилист и выбил несколько зубов, Тель выглялась никогда больше не посещать боксерские поединки, хотя позже она будет смотреть бокс по телевизору. В 1928 году был открыт театр «Этель Берримор», который работает под этим названием по сей день. В 1938 году она стала первым художественным руководителем театрального центра Олни в штате Мэрилен. Снялась в первом полнометражном фильме «Соловей» в 1914 году. В период с 1914 по 1919 снялась 15 немых картинок, большинство из них для студии «Метропикчерс». Единственными двумя фильмами, в которых участвовали все трое братьев и сестер «Этель», «Джон» и «Лайонел», были конкурс национального Красного Креста «Распутин и империатрица». Берримор получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана, за роль в фильме «Никто, кроме одинокого сер». Несколько раз появлялась на телевидении 1950-х годах, была ведущей 14 сериалов телесериала «Театра «Этель Берримор». Была помолвлена с Лоуренсом Ирингом, сыном сэра Генри Иринга, но пара не поженилась. Вышла замуж за Рассела Грисвальда Коль, у пары было трое детей. Берримор проводила кампанию за переизбрание президента Герберта Гувера в 1932 году. Умерла под сердечно-сосудистого заболевания, была похоронена на кладбище Голгофа. Ее честь назван «Театр «Этель Берримор» в Нью-Йорк». В 1960 году Берримор была посмертно включена в Голливудскую аллею славы. Кратер на планете Венера назван «Честь Берримор». Вот так вкратце из переводной викпедии о американской актрисе «Этель Берримор», рожденная «Этель Мэй Плай». Пока-пока, до свидания, смотрим фотографии. Субтитры создавал DimaTorzok